Здравствуйте, это программа Город Эльс и я Елена Чернявская. С 2023 года полностью поменяется порядок уплаты. Большинство обязательных платежей введут единый налоговый счет. Изменения коснутся практически всех. По каждой организации ИИП ФНС будет ввести счет, на который плательщик будет приводить деньги для покрытия бюджетных платежей. На этот же счет будут поступать излишне уплаченные денежные средства и проценты, которые должна перечислить ФНС. А сегодня предлагаю разобраться с тем, как уже в этом году нам придется платить налоги. Я представляю гостю в студии Наталья Савельевна Самойлова, начальник отдела расчетов с бюджетом ФНС России по Самарской области. Здравствуйте. Добрый день. Ну что же, а тема нашей программы – единый налоговый счет, новая форма учета платежей бюджетной системы Российской Федерации. Ну что же, давайте начнем. Тема очень интересная, она новая. Давайте поговорим. Так скажите, пожалуйста, что это такое ЕНП – единый налоговый платеж? Единый налоговый платеж – это уплата всех имеющихся у налогоплательщиков обязанностей, которые он обязан уплатить в бюджет. С 2023 года все налоги уплачиваются на единый счет, который открыт у нас в Туле. Соответственно, уплата производится единым налоговым платежом не только физическими лицами, так как у нас данный процесс еще три года тому назад для физических лиц он работал. То есть они уже в курсе у нас, налогоплательщики физические лица. Данная система также с 2023 года подключает налогоплательщиков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ну то есть если вот сейчас мы разберем на простом примере, я физическое лицо, я каждый год в декабре плачу налоги. Транспортный налог, земельный налог, налог на имущество и так далее и тому подобное. В чем теперь будет разница, как это отразится на физических лицах? Вот расскажите, пожалуйста, как теперь мне, Елене Чернявской, нужно будет в декабре платить налоги? Ну в данном случае для вас, как и для физического лица, глобально ничего не поменялось. Самое главное, только вы не пугаетесь, когда вы получите налоговое уведомление об исчисленных объектах собственности, ну которые у вас есть, то что вы перечислили там земля, имущество, транспорт, у вас в квитанциях будет указан счет УФК Тульской области. То есть реквизиты. Сами реквизиты, да. А как получали вы налоговое уведомление от инспекции, да, соответственно, в зависимости от того, как вы его получали? Либо на почте, да, с заказным письмом, если вы не открыли личный кабинет физического лица. Если же вы являетесь продвинутым у нас налогоплательщиком, то, соответственно, у вас есть уже личный кабинет налогоплательщика физического лица, и вы данные уведомления получите в личном кабинете. Все, вы получили, посмотрели, сверили свои объекты собственности, то есть соответствуют они у вас, ваши объекты собственности. И вы готовы заплатить причитающуюся сумму налогов. А вот здесь интересно, давайте поподробнее. Вот, Наталья Савельевна, лично я никогда не сверяла, это делать необходимо? Ну, желательно, конечно бы, потому что, ну, мало ли что, все может быть, может быть, вы переехали, да, продали квартиру и переехали на квартиру, может быть, с меньшей площадью, соответственно, и расчета налога у вас будет меньше. То есть вы же с какой-то целью, может быть, ну, как бы, свои жилищные условия, да, либо, наоборот, в большую сторону. Да, если поменялся объект недвижимости, транспортные средства, в этих случаях нужно проверять. Да, только в этих вот, как бы, случаях, да, потому что, в принципе, все сведения об имеющихся у вас объектах собственности налоговый орган получает из регистрирующих органов. Соответственно, если у вас все это официально зарегистрировано, мы получили эти сведения, рассчитали вам налог и предоставили уже сумму к оплате. Соответственно, так как вам это налоговое уведомление будет присылаться так же, как и, ну, в 2022 году, где-то вот в районе... В предыдущие годы, да? Ближе, там, август у нас, вот, ну, тот период, да, то есть, получается, второе полугодие 2023 года. Соответственно, уже в зависимости от того, что если у вас объекты собственности не менялись, сумма у вас, в принципе, вы уже располагаете ею, вы можете, ну, даже частями произвести оплату, да, налоговый автомат, так как вам уже исчислили эти суммы налогов, они, наш автомат автоматически сделает сам перераспределение между этими налогами. Да, если мне не изменяет память, до 1 декабря нужно все налоги уплатить, иначе потом будут начисляться пени. Да, этот порядок так и остался, то есть, для физических лиц срок уплаты не поменялся. Он как был 1 декабря, так и остается. Какие налоги будут оплачиваться ЕПН? Практически все налоги, которые у нас входят в перечень налогового кодекса, они уплачиваются у нас на единый налоговый платеж. Исключение у нас составляют только налоги, те, которые относятся к НДФЛ, иностранные граждане оплачивают НДФЛ за предоставление им миграционной службы патента для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации. То есть, данный НДФЛ не учитывается на ИНП, он также оплачивается, как и раньше, прямо на КБК НДФЛ. Госпошлина, ту, которую оплачивают люди при подаче исковых заявлений, суды общей, юрисдикции, арбитражный суд, ну это я уже имею в виду юридические лица и предприниматели. Они также учитываются на КБК госпошлины, то есть не зачисляются на единый налоговый платеж. К ним также относятся у нас утилизационный сбор, налог на профессиональный доход и те лицензии, которые налогоплательщик получает за осуществление сбора за пользование животного мира и биологических ресурсов. То есть, вот эти налоги, да, они оплачиваются на те же прежние КБК, ну код доходов, а счет УФК все равно будет тульский. А данная информация у нас размещена на нашем сайте Федеральной налоговой службы. Прям создана промо-такая страничка ЕНС, то есть можно посмотреть сам порядок заполнения платежных поручений, перечень тех налогов, которые не относятся к единому налоговому платежу, и те перечни налогов, которые относятся к единому налоговому платежу. А скажите, пожалуйста, Наталья Савельевна, а что такое совокупная обязанность, и самое главное, расскажите, как ее определить? Ну, в налоговом кодексе у нас определено, что входит в совокупную обязанность. Это все расчеты. В данном случае сейчас вот мы переходим уже непосредственно на сдачу расчетов. Это индивидуальные предприниматели и юридические лица. Вот здесь юридические лица и предприниматели, они предоставляют в налоговый орган декларации, расчеты по разным видам налогов. Соответственно, по ним, может быть, проводились камеральные проверки, выездные проверки. Вот эти все суммы начислений, они входят в сумму совокупной обязанности налогоплательщика. Это те суммы, которые налогоплательщик обязан уплатить. Но здесь ничего нового для юридических лиц и ПЭИ нет. Здесь тоже в данном случае, как такового у нас глобального какого-то изменения тоже нет. Как оно было, так оно и остается. В случае, если налогоплательщик была проведена выездная проверка и налогоплательщик пока судится, то есть до вступления решения в законную силу данные суммы начислений в обязанности в совокупную не входят. До того момента, пока решение не вступит в законную силу. Расскажите тогда, пожалуйста, как распределяется единый налоговый платеж по налогам и бюджетам? В связи с тем, что очень сильно и глобально у нас поменялся налоговый кодекс, у нас внесли изменения в 45-ю статью налогового кодекса, в котором четко определено о том, что... Так как, вот здесь, наверное, может быть, давайте я остановлюсь на таком моменте о том, что такое единый налоговый счет. Да, пожалуйста. Единый налоговый счет – это общая сумма обязанности, которую налогоплательщик должен уплатить. Я прошу прощения, вы сказали сейчас счет. Это одно и то же, что и налоговый платеж? Платеж – это уплата. Да, счет – это то, что аккумулируется в налоговой системе. То есть принцип один и тот же. Ну, только здесь денежные средства, а здесь уже совокупность всех имеющихся обязанностей с учетом того, что налогоплательщик сдал расчеты, произвел оплату, и вот эта вот совокупная обязанность, она с учетом уплаченных всех сумм. Это все аккумулируется на едином налоговом счете. Вот в данном случае на этом едином налоговом счете формируется одна общая сумма. И налогоплательщик четко понимает о том, что если у него положительная солдовка, соответственно, он может ей распоряжаться сам по своему усмотрению. То есть он может по 79-й статье налогового кодекса сумму вернуть себе на расчетный счет. А если у него, ну, пока нет такого желания, да, возвращать, потому что он сознательный налогоплательщик, и он понимает, что не сегодня-завтра ему опять сдавать расчеты за следующие отчетные периоды. И, соответственно, и опять платить налоги, да, соответственно, он может в соответствии с 45... Извините, оговорилось, 78-й статьей налогового кодекса он может написать заявление о зачете в счет предстоящих платежей какого-нибудь конкретного налога. То есть так как эта сумма аккумулируется на едином налоговом платеже, и налоговая не знает, куда распределить. То есть вот этим заявлением счет предстоящих платежей налогоплательщик и заявляет, и говорит о том, что мне, пожалуйста, вот эту сумму зачислить либо в НДС, либо в прибыль, может он не писать это заявление. То есть при сдаче расчетов очередных сумма из ЕНП, ну то есть вот эта положительная сальда, оно само автоматически, программа будет видеть, что расчет предоставлен, налогоплательщик сдал декларацию, и налоговый автомат сам самостоятельно произведет зачет. Но это если положительная сальда, а если отрицательная? И еще один момент там у нас есть в положительном сальде, что налогоплательщик может свое положительное сальдо передать другому лицу. То есть он пишет заявление о том, что мое положительное сальдо переведите к какому-нибудь другому лицу. На сегодняшний день, когда мы жили с вами в 2022 году, такая процедура была невозможна. Это новшество как раз-таки, и с одной стороны, и удобство для налогоплательщика, потому что приходилось сначала ему вернуть себе на расчетный счет, а потом уже произвести уплату за третье лицо. Если же у налогоплательщика формируется отрицательная сальда, соответственно, в данном случае налогоплательщик не произвел оплату, и здесь уже вступают в силу следующие у нас статьи налогового кодекса, это 46-я, 69-я, это о том, что налоговая начинает уже применять меры взыскания. Опять же, пугаться не стоит, то есть автоматического взыскания сумм без предупреждения налогоплательщика не будет. То есть вы имеете в виду блокировку карт сейчас? Да, то есть сначала будет все равно предоставлено налогоплательщику требование. В этом требовании будет указан срок, до которого налогоплательщик обязан произвести оплату. Как правило, он какой? Ну, где-то около месяца. Около месяца. Да, то есть вот получается, если по истечении этого срока налогоплательщик не произвел оплату, то уже вступают меры взыскания. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц здесь производится автоматическое взыскание по исполнительным листам и передача судебным приставам. По физическим лицам, ну, также остается, что передаются материалы сначала в суд, суд принимает решение о взыскании, и данные сведения также передаются судебным приставам. Ясно. А вот такой вопрос. Можно ли вернуть переплату как раз по единому налоговому платежу? Да, здесь никаких ограничений, ничего нет. Опять же, мы говорим, налогоплательщик, вот если у него сформировалась положительная сальда, его право распоряжаться данной суммой. Хочет он вернуть на расчетный счет, пишет заявление в соответствии с 79-й статьей, и мы производим ему возврат. А как появляется вот эта положительная сальда у налогоплательщика? В каких случаях оно может сформироваться? Здесь, ну, как бы несколько вариантов развития. Либо же налогоплательщик предоставил какие-либо уточненные расчеты за прошлые периоды, то есть он изначально предоставил сумму к начислению, произвел оплату, а по истечению, ну, все мы люди, да, и бухгалтера тоже у нас люди, соответственно, когда они производили свой расчет, ну, может быть, где-то выявили неточность. Соответственно, они сдают уточненные расчеты за прошлые периоды. За счет этого у налогоплательщика может сформироваться переплата. И второй вариант развития, ну, опять же, налогоплательщик предоставил расчет, у него сумма к уплате одна, а так как у него на сегодняшний день может быть и есть достаточно свободных денежных средств, и он уплатил сумму чуть больше. Ясно. Вот, то тогда вот здесь за разницей между суммой начисления и суммой уплаты может возникнуть положительное сальдо. Ясно. О сроке уплаты давайте поговорим и предоставление налоговой отчетности. Есть ли здесь какие-то изменения? Да. У нас с 2023 года унифицируются все сроки. То есть налогоплательщики сдают расчеты по сроку 25 число, а уплату производят 28 число. То есть раньше у нас был разбег каждой налоги в свои сроки, и бухгалтеру очень тяжело было. Тоже уследить вовремя, не знаю, НДС вовремя, страховые, прибыль. То есть были разные сроки уплаты. Сейчас все унифицируется и все в один срок сдается. Еще один из моментов у нас новшества – это подоходный налог. Подоходный налог у нас производился практически ежедневно. То есть удерживался и не позднее следующего дня перечислялся, и, соответственно, это все учитывалось в декларации 6 НДФЛ. С 2023 года у нас подоходный налог будет уплачиваться один раз в месяц. Здесь есть своя особенность о том, что за период, например, сейчас с 1 января по 22 января, то есть есть вот этот определенный период, потому что зарплату, аванс, больничный, бухгалтер как начислял, удерживал, так оно и остается. Но само перечисление, чтобы не каждый день бухгалтер формировал ту же самую платежку, он будет производить все вот эти перечисления, которые будут удержаны подоходного налога с периода с 1 января по 22 января, они будут учтены в уведомлении об исчисленных авансовых платежах. Это вот мы сейчас еще остановимся, это новые документы, которые с отчетностью. И произвести оплату 28 января. И, соответственно, весь у нас год делится по подоходному налогу таким образом, что получается, есть период 23 число предыдущего месяца и 22 число следующего месяца. То есть, получается, период, когда, если перечисляли с 23 января по 22 февраля, это уже будет второй период для НДФЛ, это второй месяц считается как входящий уже в отчет 6 НДФЛ. Вот. И появляется у НДФЛ у нас 13 период. Это как раз конец декабря, с 23 декабря и по последний рабочий день. Ну вот, Наталья Савельевна, здесь это все-таки вы сейчас больше рассказываете про внутреннюю, ну вот, как говорится, бухгалтерскую кухню, да? Это бухгалтерам нужно знать, а вот работодателям, работникам это как-то отразится вот в их квиточках, в их зарплате, в их начислениях? Ну, в данном случае, как бы, для самих-то нет. Это специфика для бухгалтера упрощения, опять же, бухгалтерской самой системы. Да, то есть, здесь больше, ну, как бы, заинтересован в правильности и облегчении труда самого бухгалтера той или иной организации. Окей. Опять же, вот, возвращаемся мы к тому, что отчетности, да, то есть, у нас появляется новый документ, это уведомление об исчисленных авансовых платежах. Данный документ, он предоставляется не по всем налогам, а этот документ предоставляется только по тем налогам, которые относятся к авансовой системе. То есть, налогоплательщик, так как уплачивает заранее авансовые платежи, ну, по таким налогам, как налог на имущество, транспортный, земельный налог, это мы говорим, опять же, не про физических лиц, а про юридических лиц. Вот. НДФЛ, упрощенная система налогообложения, вот здесь, как раз по этим налогам, и налогоплательщик должен будет до 25 числа предоставить уведомление об исчисленных авансовых платежах. То есть, так как налоговая не знает, какую сумму в данном случае налогоплательщик будет уплачивать, то есть он сам исчисляет сам самостоятельно и сам же предоставляет это уведомление. Здесь надо вот еще обратить особое внимание, что при сдаче расчета, если мы рассматриваем тот же самый НДФЛ, то есть он у нас квартальный, соответственно, если налогоплательщик не предоставит уведомление об исчисленных авансовых платежах, но произведет оплату на единый налоговый платеж, то есть вот он в январе, сейчас вот в феврале, в марте, он будет производить оплату на единый налоговый платеж, но расчет-то вот он сдаст только по итогу квартала, и, соответственно, денежные средства в бюджет Самарской области в этот период не поступят. Поэтому здесь вот и важно подать это уведомление для своевременно зачисления денежных средств и не попасть на штрафы, потому что в случае непредоставления уведомления об исчисленных платежах по 126 статье налогового кодекса будут начисляться штрафы. Каждый грамотный бухгалтер знает, верно же? Конечно, мы на это надеемся, потому что система не только вчера родилась, то есть все бухгалтера у нас продвинутые люди, и уже в преддверии, так как мы с вами уже провшли, и новшеств, и то, что мы уже с вами, можно сказать, неделю мы прожили, с единым налоговым счетом, то есть у нас есть обратная связь с бухгалтерами, те, которые сейчас вот в этот период с 9 января по 13 января, ну, связывались с нами, да, были как бы особенности, да, по поводу перечисления вот платежей, и так как нам тоже на нашей стороне было интересно, знаете, а как же они все-таки видят, то есть в их учетной программе на сегодняшний день, да, реализована такая возможность, что они автоматически формируют эту платежку на уплату единого налогового платежа автоматически, то есть им не надо забивать какие-либо дополнительные еще реквизиты. Ну да, у нас вот здесь я, может быть, как бы остановлюсь на том, что в программе было заложено о том, что в коде ОКТМО должен быть ноль, но на сегодняшний день пока программа на стороне банков, ну, не совсем вот была доведена до, как бы, заключения, да, и поэтому некоторые банки, они просят в поле код ОКТМО проставлять именно восьмизначный знак, поэтому здесь пугаться не стоит. Мы уже посмотрели по некоторым налогоплательщикам, которыми производили вот такую уплату, то есть в поле кода ОКТМО, да, они поставили КБК единого налогового платежа, код ОКТМО поставили восемь знаков, банковская система их пропустила, и наша система их восприняла. Ясно. Ну что же, а наше время подошло к концу. Хочется подвести итог к нашему сегодняшнему разговору. Так вот, что из вышесказанного сегодня вами в конце программы нужно выделить в главное, главное новшество, и о чем нужно помнить, чтобы, как вы совершенно верно сказали, не попасть на штрафные санкции, пожалуйста. Ну, это, опять же, мы повторимся, да, о том, чтобы налогоплательщик своевременно сдавал уведомления об исчисленных авансовых платежах, соответственно, своевременно платил налоги, срок 28 число каждого месяца. Раньше времени, то, что сейчас многие попытались произвести оплату вот в первые вот эти вот недели, у вас срок 28 января, если мы говорим про подоходный налог. Раньше времени не стоит торопиться пока платить. Оставьте у себя. Пока. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Я надеюсь, что ответы, которые озвучил мои сегодняшние гости, были для вас исчерпывающими. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!